От автобезопасности к парковке и немецкой команде, которая надеется победить тесноту на автостоянках. Инженер-автомобилестроитель Патрик Ул и группа студентов технического университета Мюнхена предложили конструкцию разумной двери, позволяющей парковаться с наибольшим успехом и свести к минимуму риск несчастных случаев. Первый элемент конструкции, который они изменили, это шарнир крепления двери. Мы попробовали много разных вариантов возможного движения двери. И в конце остановились на двери с двумя шарнирами, чтобы получить еще несколько градусов для свободы перемещения. Так что с точки зрения техники, эта дверь гораздо более сложная. Ловко придумано, но теперь им предстоит сделать дверь еще и разумной. У нас есть две камеры, одна снаружи, другая внутри двери. Внешняя камера будет смотреть за препятствиями, велосипедами, камнями, за чем угодно. Оказывающимся рядом с машиной. Эта камера снимает во всех направлениях. Это значит, что камера может обнаружить все препятствия в области движения машины. Если какой-либо предмет находится вот в этой красной зоне, дверь не даст себя открыть. Это также удобно при наличии неподвижных предметов на тесных участках. Ну, как, например, вон тот столбик, который вы не заметили, когда парковали машину. Коррекционное управление. Препятствия? Да, но давайте откроем дверь. Хаммер и компьютер взаимодействуют, благодаря чему дверь может избежать практически любого препятствия. У нас дорога без столкновений, так что никакого столкновения быть не может. Вот для чего все это. Поэтому, если место для парковки действительно узкое, дверь откроется как можно более широко и остановится незадолго до контакта с препятствием. И когда препятствие находится дальше. Тогда двери реагируют на это и открываются под большим углом, и можно комфортно покинуть машину. Также в ней предусмотрена удобная функция под названием «защита от защемления». Она защищает пальцы ваших рук и ног от травм. «Защита от зажима» — функция, которая обеспечивает безопасность, когда вы свешиваете ногу из машины, или когда ваша рука снаружи на крыше. Камера на внутренней двери ищет посторонний предмет, а дверь на него реагирует. Хорошо, теперь, пожалуйста, поставьте ногу внутрь. Возможности зажима нет, и дверь можно успешно закрыть. И еще одна замечательная особенность — конструкция. Чтобы сесть в машину, приходится очень сильно сгибаться, и это не очень хорошо. Это легче сделать, если кресло подвигается и помогает вам. Это непросто, но это здорово. Дата выхода этой технологии на рынок пока не определена. Поэтому пока Патрику придется проявлять больше гибкости при посадке и выходе из автомобиля на тесных парковках. Продолжение следует...